Последнее моё видео называлось «Хорошие новости», и там я рассказывал о том, у кого есть перспективы и какие в России. Ну, а сейчас плохие новости. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вчера я прочитал исследование. Да, сегодня 30 марта 2022 года. Вчера я прочитал интересное сообщение о том, что фонд общественного мнения провёл исследование и выяснил, что большая часть россиян настроена оптимистично, и они считают, что в ближайшие полгода-год их благосостояние улучшится. 20% считают, что останется прежним, 20% считают, что положение ухудшится. Ну, вот такие оптимистичные настроения у людей. Ну, я хочу сказать, что у меня для вас плохие новости, чисто моё мнение, абсолютно. Вы можете согласиться со мной, можете нет, но сейчас я его попытаюсь обосновать. Итак, смотрите, в предыдущие 20 лет мы жили, в принципе, хорошо. Почему? 20 лет назад, в принципе, к власти пришёл Путин, и как раз это время совпало с тем, что цены на нефть начали очень быстро расти, реформы, которые проводили те самые либерасты, которых все ненавидят, и которыми все пугают в 90-е годы, они начали давать результаты, экономика начала восстанавливаться, и всё шло прямо вот по нарастающей, всё лучше, 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 лучше. И поэтому люди говорят, что Путин хороший, Путин молодец. И что делал Путин? Значит, смотрите, деньги текут в Россию рекой, и была идея создать фонд национального благосостояния, который, ну, для фонд будущих поколений, так называемых, так сказать, ещё был, чтобы откладывать эти деньги на будущее, потому что, ну, предполагалось, что цены на нефть будут не всегда расти, когда-нибудь они могут упасть, ну, для того, чтобы сделать запас, для того, чтобы нам спокойно прожить ещё энное количество лет, даже если в стране наступят трудности, откладывали фонд национального благосостояния. Куда откладывали? Естественно, как это принято во всём мире, в самые надёжные и ценные бумаги, то есть в долларах США в основном, значит, в Америку откладывали, то есть мы зарабатывали деньги за нефть, очень большие деньги, и откладывали в Америку, грубо говоря, в Европу откладывали, в различные валюты, для того, чтобы, ну, потом, когда нам будет плохо, воспользоваться этими деньгами, чтобы, так сказать, было и дальше хорошо. Так вот, у меня для вас плохие новости, ну, вы уже все знаете, что в результате специальной военной операции, значит, которую вот в этом году Россия начала предпринимать против Украины, вот, как это ни называй, вот, в результате этого все средства, ну, не все, а ровно половина где-то средства, фонда национального благосостояния оказались заблокированными в Соединённых Штатах Америки, и просто они взяли и сказали, мы блокируем их, нас отключили от SWIFT, значит, нас отключили от международных переводов, сейчас вводятся санкции, так сказать, более жесткие, чем, вообще, так сказать, против кого бы то ни было, и так далее, и тому подобное, и к чему приведут эти санкции? Ну, специальная военная операция закончится очень быстро, победным концом, это, так сказать, ни у кого нет сомнений, естественно, потому что, ну, любое завершение этой военной операции будет преподнесено как победа, давайте посмотрим, что же будет в результате победы, ну, в общем, сказать, очень много из этого все уже есть. Ну, начнем с самолетов пресловутых, которые уже не летают и летать уже не будут, причем я боюсь никогда, то есть, смотрите, в России большая часть, то есть, вот, мы вообще жируем, вообще шикарно живем, но свои самолеты мы не производим, большая часть самолетов это Boeing, Airbus и там эти джеты всякие, они бразильские вроде бы. Вот, все эти компании, да, самолеты все в лизинге находятся, компании отзывают лизинговое сообщение и говорят, возвращайте нам эти наши самолеты. Мы их отказываемся обслуживать, во-первых, во-вторых, значит, ну, давайте нам эти самолеты взад. Но, на самом деле, непонятно, зачем они их, так сказать, хотели забрать, потому что, ну, как бы, им-то тоже они нафиг не нужны, иначе, так сказать, у них там все остановится. Суть в другом. Суть в том, что после того, как они отказались эти самолеты обслуживать, соответственно, самолеты не имеют права летать, не имеют права летать. Но они не имеют права летать за рубежом, то есть, как только самолет летит за рубеж, да, и перекрыли все воздушное пространство, запретили нам, нашим самолетам, самолетам наших авиакомпаний летать в воздушном пространстве западных стран всех, то есть, Западная Европа, там Америка, так сказать, Англия и так далее. Что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что у нас, ну, наши сказали, что, а мы вам самолеты не отдадим, то есть, ну, грубо говоря, украли все эти самолеты. Но украть-то мы их украли, а летать они могут или нет, и как долго? Они могут летать только внутри страны, потому что как только этот самолет попадает в иностранное государство, которое, в общем, сказать, соблюдает вот эти вот правила все, то этот самолет конфискуют у нас, вот, то есть, он уже назад не улетит. Даже если, даже если он проникнет в какое-то, ну, то есть, там небо закрыто для них, это, так сказать, для летчика является военным преступлением, значит, перелететь за границу, где запрещены полеты России. Вот, ну, даже если он туда залетит, его там тут же арестуют. Вот, то есть, самолеты летают внутри нас, и пока они еще летают, но когда они начнут ломаться, то запчасти для них нам отказались поставлять, и запчасти мы как будем делать? Мы будем разбирать какие-то, так сказать, из этих самолетов и вставлять туда запчасти. Либо мы говорим, что запчасти будут китайские, а китайские запчасти, ну, будут по той же цене, но не того же качества, во-первых, во-вторых, будут ли они вообще. Вот, теперь дальше. Из-за санкций у нас автопроизводители, автомобили. Автомобили тоже встанут, потому что, ну, в каждом автомобиле есть что-то иностранное, какие-то иностранные запчасти, причем, как правило, это иностранные запчасти, это типа двигатель, либо там тормозная система, либо что-то еще. Ну, все остальное там вроде бы, сказать, ну, мы можем делать там какие-то корпуса и так далее, и так далее, и так далее, но вы же не купите автомобиль, значит, красивую коробочку, но без двигателя, правильно? Или без тормозов? Конечно же, нет. Поэтому автомобили поставляться не будут к нам, и компоненты для автомобилей поставляться тоже не будут. Вот, что такое автомобили? Ну, автомобили, это автомобильная промышленность, то есть, смотрите, самолеты встают, самолеты не летают, у нас огромное число, ну, там, аэрофлот и так далее, так сказать, огромное число пилотов, стюардесс, они и соответствующие там структуры какие-то аэропортовские, они закрываются, люди уходят на улицу. Вот, как долго они будут получать зарплату, я не знаю, но месяца 2-3 дальше не хватит. Вот, что с автозаводами? То же самое, значит, там пока еще они там работают как-то, но поставленных комплектующих хватит там на месяц-два, дальше все, дальше все останавливается и, соответственно, стоит. Автозаводы – это огромные предприятия, в которых работают там тысячи и тысячи людей, эти тысячи и тысячи людей, точно так же остаются без работы, месяца 2-3 им платят, им платят какие-то деньги, но уже не те, которые были раньше, а меньше, соответственно, ну, а через какое-то время перестают платить вовсе. В свою очередь автозаводы потребляют огромное число металлопроката. Металлопрокаты – это металлургические предприятия, которые, так сказать, лист металлический, так сказать, там горячекатанный какой-то, я вот не очень разбираюсь, но, соответственно, потребность в этом металлопрокате падает, во-первых, а, во-вторых, металлургические компании наши работали в основном на экспорт-экспорт, для них перекрыли, а если экспорт идет, значит, деньги не поступают, то, соответственно, тоже металлургические компании, на которых работают тоже тысячи людей, тоже, в общем-то, останавливаются. И мы говорим, что, ну, зато у нас есть нефть и газ, без которой Европа не проживет, это действительно так, ну, во-первых, Европа сейчас по минимуму, во-первых, берет, то есть сокращает поставки нефти из России, закупки нефти из России, и стремительным домкратам ищет, в общем, варианты альтернативные по, ну, добыче нефти, наращивают. Вот, это не скоро произойдет, то есть они сказали, что Европа может целиком отказаться от российского газа, по-моему, до 2027 года, то есть какое-то время они еще будут покупать нефть и будут поступать нам валюта, и все будет, ну, типа, зашибись, но зашибись не будет, потому что постоянно будет сокращаться вот эти вот закупки, постоянно будет сокращаться поступление валюты, а прожить нам надо, ну, хотя бы год, потому что, ну, через год там как бы все может измениться. Ну, многие говорят, что не-не-не-не, так сказать, у нас есть Китай, у нас есть Индия, которые нам помогут, которые будут у нас покупать газ и нефть. Ну, ребята, газ поступает по трубам или в танкерах нефть поступает по трубам, или тоже в танкерах нефтеналивных. Нефтеналивные танкеры отказываются возить наш газ и нашу нефть, на них эмбарго. А труба в Китае есть одна, сила Сибири, и ее мощность, ну, раз в пять ниже, чем северный поток, пресловутый не два, а один, вот, раз в пять ниже, и она, в принципе, уже загружена. Кроме того, эта труба построена целиком китайцами, и китайцы, соответственно, при каких условиях они строили, то есть на китайские деньги китайцы построили там газопровод или трубопровод, там сила Сибири, по-моему, газопровод, вот, китайцы договорились о следующем, что они берут газ по какой-то цене, которая держит в секрете, ну, кажется, это 126 долларов там за тысячу кубометров, это при цене сейчас за газ полторы тысячи примерно, то есть, представляете, в 10 раз ниже, и все эти деньги поступают не нам, а поступают в счет уплаты, то есть они вообще нам не поступают, это в счет уплаты за, это в счет уплаты кредита за вот этот вот газопровод, который, ну, сильно уже не, во-первых, газ туда не пустишь, а во-вторых, если Европа отказывается от газа, то как газ можно поставить в Китай, например, говорят, а мы будем в Китай газ поставлять, чтобы в Китай поставлять газ, туда нужно проложить трубу. Тот газ, который идет в Европу, и тот газ, который идет в Сибири, они в разных местах, значит, добываются, и, соответственно, от одной трубы до другой его довести, в принципе, никак невозможно. Что мы будем делать с газом? Ну, во-первых, это подземные газовые хранилища, которые мы будем, так сказать, набивать, заполнять, но они уже заполнены. Что будет дальше? Ну, дальше надо закупоривать скважины. То же самое с нефтью. Вот, я сегодня прочитал новости о том, что акции транснефти, там, ну, они здорово уже падают, потому что транснефть сейчас закачивает всю нефть, которая добывается в нефтехранилище, и они тоже уже заполняются, потому что эта нефть никому не нужна, и нужна она никому не будет. Вот, и многие говорят, что Китай нам поможет, но, смотрите, российская экономика – это полтора процента от мировой экономики, китайская экономика где-то 20, там, 28 процентов американская, 25 процентов китайская. То есть российская экономика где-то в 20 раз меньше, чем американская. В 20 раз. И для Китая, конечно же, крупнейший партнер – это Америка. И если Америка пригрозит Китаю разрывом торговых отношений, если Китай, ну, в случае, если Китай будет сотрудничать с Россией, то, в общем-то, Китай 20 раз подумает, прежде чем нарушать вот эти вот соглашения и идти поперек Америки. Это, во-первых. Во-вторых, Китай – это очень миролюбивая страна, на самом деле. Я там был. Китайцы – очень миролюбивые ребята. Они ни с кем не хотят ссориться. Они будут потихонечку как-то покупать, конечно же, и газ, и нефть у нас. И, ну, китайцы – очень прагматичные ребята при этом. То есть они будут покупать нефть и газ у нас по дешевке, а продавать куда-то там дальше втридорого. Ну, это нормально, и это логично, ну, со стороны китайцев уж точно. Вот. Если будут покупать. Индия у нас уже закупила, так сказать, там максимальные объемы нефти, которые она может, во-первых. Во-вторых, значит, эта нефть поступает через танкеры. Это то же самое. Они плывут там и так далее. И Индия тоже, в общем, сказать, у Индии сейчас налаживается очень хорошее отношение с Соединенными Штатами. Она тоже не будет их рвать. Свифт отключен и так далее. Что по поводу электроники? Ну, по поводу электроники уже известно, что, в общем, сказать, все тоже перекрывается и так далее. Давайте послушаем, что говорит наше, так сказать, правительство. Наше правительство говорит какую-то чушь, вообще полную и ересь. Иногда из этого можно сделать какие-то выводы. Ну, на самом деле, они говорят, а мы справимся со всем. Мы прямо сейчас вот построим свою промышленность и так далее. Но, скажем, по самолетам. У нас есть самолеты сухой МС-21. Это не трансконтинентальные самолеты. Вот. Их выпускается 10 штук в год. Выпускалось до сих пор. А потребность 3000 в год для того, чтобы заместить Боинги и Аэрбазы. То есть, соответственно, надо в 10 раз где-то увеличить производство этих самолетов. При этом двигатели на эти самолеты ставятся американские. И для того, чтобы разработать новые двигатели, наш министр экономики сказал, что всего за два года мы с этим справимся. Но за два года авиационная промышленность у нас просто издохнет. Вот так я могу сказать. И те самолеты, которые летают, я повторяю, они будут летать только внутри России, а за рубеж они летать не будут. Ну, собственно говоря, и будут потихонечку разваливаться на глазах. Это произойдет не сразу, это произойдет через какое-то время. Что еще? Сейчас промышленность работает вполне себе. Почему? Потому что любое промышленное предприятие, оно создает какие-то запасы для того, чтобы обеспечить непрерывную работу, но в течение месяца, двух, трех, ну, максимум полгода. Это нормально, так сказать, ну, не больше, чем, ну, обычно там месяц от одного до трех месяцев. От одного до трех месяцев. Все будет работать. Значит, месяц один уже прошел. С 24 февраля, сегодня 30 марта. Один месяц уже прошел. Следующий месяц проходит, вот апрель будет, следующий месяц май. И где-то к середине лета я жду, в общем сказать, максимального спада в производстве, тотального. Это тотальная будет безработица и так далее и тому подобное. Кроме того, наступает период отпусков. Очень много людей ездили в отпуск, там, Турция, Египет. Значит, понятно, что эти вещи будут перекрыты. Перекрыты почему? Ну, в принципе, они не перекрыты, потому что самолеты туда летают, местных авиалиний. И, в принципе, они, наверное, будут летать. Но почему люди не будут летать туда? Потому что, ну, это немножечко дороже становится, потому что, ну, доллар подорожал. Вот так. А иностранные авиакомпании, они, в общем сказать, ну, не самые дешевые. Это первое. И второе, ну, опять же, санкции, которые на нас наложат. Вот. Что... Ну, а что хорошего, я могу сказать в конце. Хорошее, я могу сказать следующее, что это ненадолго. Вот. То есть, смотрите, подытоживая, я хочу сказать, что денег нет и в ближайшее время не будет. Крупная промышленность вся будет остановлена, очень много. То есть, там, самолеты, авиастроения, автомобили, металлопрокат, нефть и так далее. Это все будет останавливаться. Химии тоже у нас, кстати, не очень-то есть. Вот. У нас есть удобрения, но химии не очень. Что будет хорошего? Ну, значит, люди, которые будут терять работу, они будут идти... Ну, куда они пойдут? Малые предприятия. На рынок продавать то, что у них есть. Какие-то, значит, ну, там, машины свои старые продавать, на это жить как-то и так далее. Вот. А на что жить еще? Вот. Ну, собственно говоря, что еще там остается? Стройка? Стройка будет. Будет швейная промышленность, одеваться, ну, будет во что. Пищевая промышленность будет работать, потому что, ну, с продуктами у нас вроде все хорошо. Что хорошего? Это то, что вот этот вот период будет недолгим. Это хорошая новость, что это будет совсем-совсем недолго. Я думаю, больше, чем полгода Россия в таком режиме не протянет. Я ожидаю в середине лета крайне тяжелого экономического состояния. Значит, падение уровня жизни просто такое капитальное. Вот. Будет где-то вот в июле месяце. И наступит отрезвление. И все вот эти вот, которые сейчас ходят, зигуют, там, значит, там мы победим всех, мы там, сказать, всех побьем. Но вот эти, которые диванные воины, они только на диване, конечно, могут там покричать и так далее. Насчет производить они не очень-то хотят. Айтишники бегут из России в первую очередь. Все, кто поумнее, тоже бежит. Вот. И в результате, ну, произойдет какое-то отрезвление в июле месяце, в августе. Это будет накапливаться очень-очень сильно. И я думаю, что где-то с августа по октябрь это приведет к сильнейшим социальным волнениям. Если не раньше, то, соответственно, что приведет к смене власти. Ну, а санкции с нас могут снять только... Ну, недвусмысленно дают понять, что санкции с нас снимут только после полного переформатирования и так далее. Ну, и в заключение, что такое переформатирование? Вот. Целями специальной военной операции названа деноцификация пресловутая и демилитаризация. Так вот, все, что мы желали супостатам, вот это грозит нам, собственно говоря. И нам грозит и деноцификация, и демилитаризация. Что такое деноцификация? Но война носит во многом эмоциональный характер такой и так далее. То есть, все, в чем мы обвиняем Украину, оно, в общем сказать, как называется, психология от прием. Как сказал Путин, кто как обзывается, тот так и называется. Вот, как бы так. То есть, мне кажется, у нас есть все признаки того, что называется нацификацией и прочими делами. Вот. И демилитаризация. Ну, конечно же, Европа, ну, весь мир содрогнулся о том, что в России есть ядерное вооружение. И, в общем, оно грозится его применить просто так, потому что нас не уважают. И, соответственно, когда Россия полностью будет развалена, нам просто поставят условия о том, что мы заключаем договор об уничтожении ядерного оружия. Возможно, это будет взаимное уничтожение и так далее. Но я думаю, что кончится вот этим демилитаризацией России. И уже будет совсем-совсем другой формат России, конечно же, совсем-совсем другая власть, совсем-совсем другие люди. Вполне возможно, что этого не произойдет. И у нас еще, так сказать, вполне себе может ждать этап несколько смен правительства, более радикальных и еще более радикальных, как сейчас. То есть там какая-то исламская революция, например, так сказать, там какой-нибудь там христианский фундаментализм, я не знаю, так сказать, там военная хунта и прочее, прочее. Но это тоже продлится недолго, я думаю, но многие страны через это проходили, Россия пока через это не проходила, но пройдет вот так. Ну а что делать? Надо смотреть и думать, чем же вы будете заниматься, как вы будете жить, каким бизнесом вы будете заниматься. Потому что если у вас нет своего бизнеса, то вы рискуете оказаться на бабах. Это такой мой мрачный прогноз. Я подозреваю, что от меня многие сейчас отпишутся, многие будут возражать, многие со мной будут не согласны. Напишите, как вы считаете, в чем я не прав, где я не прав. И, пожалуйста, ну как-то аргументированно, а не просто так, типа, а мы всех победим. Ну, посмотрим. Время, конечно, рассудит всех. На сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.